Война на Ближнем Востоке продолжается ровно 9 месяцев, однако до завершения ее по заявлениям политического и армейского руководства еще далеко. Сегодня в ответ на массированный ракетный обстрел Галилеи боевые самолеты ВВС Цахала нанесли удары по ряду объектов Хизбаллы на территории Ливана. Напомню, что ранее террористы запустили десятки ракет и дронов Камикадзе по Израилю. Возникли многочисленные пожары, особенно в окрестностях Твери. Часть снарядов перехвачена, зафиксированы также попадания, есть раненые. Тем временем в секторе Газовой наслужащие атаковали школу в Нусерате, которая была превращена в базу террора. Палестинцы обвинили Израиль в убийстве 14 мирных граждан. В Израиле прошли массовые демонстрации, марши и другие протестные акции, приуроченные к 9 месяцам войны. Митингующие в очередной раз требовали освободить заложников. Они перекрыли центральные трассы и создали помехи, двигаясь колоннами на низкой скорости. В этот раз 150 крупнейших компаний хай-тека разрешили своим сотрудникам принять участие в протестных мероприятиях. Кульминацией Дня сопротивления стали марши у комплекса Минобороны в Тель-Авиве и у дома премьер-министра Бениамина Нитаньяху на улице Газа в Иерусалиме. В Риге прошло шествие живых. Его участники почтили память жертв геноцида евреев во время Второй мировой войны и выразили солидарность латвийских евреев с жертвами нападения Хамаса на Израиль и заложниками, которых удерживают террористы. У мемориала жертвам геноцида на месте, где когда-то находилась Рижская хоральная синагога, премьер-министра Латвии Эвика Силиния заявила, что антисемитизм, ненависть, конфликты и насилие не остались в прошлом. Она выразила соболезнования местной еврейской общине и всему еврейскому народу, а также отметила, что Латвия всегда будет чтить память смелых людей, которые спасали своих сограждан, рискуя собственной жизнью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова